Которая почтила нас своим вниманием. Ну и, наверное, обилие пустых кресел нам демонстрирует остроту проблемы культурной журналистики в целом, взаимодействие с инстанциями, с учреждениями культуры. Ну и, собственно говоря, на какое-то решение всех этих вопросов направлен наш конкурс, о котором мы вкратце сейчас вам расскажем. И затем немного о нем поговорим. Я представлю участников сегодняшнего разговора Оксана Ивановна Орочева, благотворительный фонд Патанина. Доценка Алена Алексеевна — это центр «Эрмитаж-Ладивосток». Пиульская Ольга Иосифовна — это центр «Эрмитаж-Казань». И Буреева Фарида Мухаммад Шариповна — это центр «Эрмитаж-Сибирь». Я выполняю функцию презентатора-модератора, но одновременно являюсь руководителем будущего центра «Эрмитаж-Урал». И сейчас в презентации мы вам объясним, почему это так все взаимосвязано. «Эрмитаж» и эта премия. Так, работает, да, презентатор? Премия называется «Искусственный глагол» и она обращена ко всем СМИ и ко всем журналистам, которые так или иначе связаны с культурой и искусством. Премия носит имя Владимира Юрьевича Матвеева, это заместитель Михаила Григорьевича Петровского, который в свое время очень активно занимался работой с партнерскими сообществами, со СМИ, но вот, к сожалению, не так давно, несколько лет назад ушел из жизни. Конкурс этот существует два года, с 2016 года по текущее время, и каждый год он переживал переформатирование определенное, достаточно существенное. Но неизменно оставалась его суть и название. Владимир Юрьевич, в целом общая идеология конкурса, которую поддерживает и Эрмитаж, и поддерживает благотворительный фонд Потанина, это улучшение взаимодействия и, скажем, повышение инициативных контактов со стороны музея по отношению к культурной журналистике и вовлечение их в общую среду взаимодействия с учреждениями культуры. Конкурс выявляет фактически тех, кто по собственной инициативе, по заданию редактора пишет о событиях в сфере культуры, позволяет им взаимодействовать друг с другом на выездных сессиях в Санкт-Петербурге, позволяет отмечать их заслуги в регионах, в которых представлен конкурс. И, собственно говоря, это, наверное, есть такая общая основа, которая объединяет нас, как инициатора этого проекта, благотворительный фонд Потанина, который фактически формирует идеологию и формат этого нашего предприятия и государственный Эрмитаж, который, в общем-то, является институцией, которая осуществляет такую интенсивную экспансию в регионы, в отличие от всех остальных музеев в России, у которых нет подобной инфраструктуры. Эрмитаж, как вы поняли, уже присутствует в Владивостоке, так или иначе идеологически, в Омске, в Екатеринбурге, в Казани он уже существует 13 лет, а также в Выборге. Поэтому Эрмитаж фактически является такой системообразующей инфраструктурной единицей в этом проекте, и все события, торжественные, связанные с конкурсом, проходят в каждом из представительств Эрмитажа в регионах. Конкурс имеет все типичные для любого подобного проекта этапы. Это определенный период, когда собираются заявки самих номинантов, он приходится на лето, фактически это будет порядка трех месяцев в этом году. Затем отсмотр заявок жюри, которая у нас все эти годы набиралась немножко по разным принципам, потому что мы искали оптимальный формат. Когда-то у нас жюри работало в регионах, теперь у нас жюри работает в номинациях. То есть каждый член жюри просматривает все заявки по номинациям из тех регионов, которые участвуют в проекте. Более того, каждая заявка оценивается двумя независимыми членами жюри. Мы постарались повысить статус этого конкурса за счет того, что мы связываем его с проведением дней Эрмитажа в регионах. Дни Эрмитажа — это такой достаточно сложный формат, который включает открытие Эрмитажной выставки, проведение какой-либо конференции или мастер-класса. То есть ряд событий, которые привлекают большое количество внимания к себе среди посетителей, партнеров и журналистов. И помимо этого проходит вручение самой премии, что, в общем-то, повышает статус мероприятия и, так скажем, интерес участия в нем. Вот с удовольствием представлю вам Алексея Валентиновича Богданова, заместителя генерального директора государственной Эрмитажа. Вот он присутствует как раз-таки от нашей главной эгиды этого проекта в сфере культуры. Не знаю, велики ли эти цифры или невелики, но вот видите, что около сотни количества участников физических в этом конкурсе в 2016-2017 году, тем не менее у нас растет количество поданных заявок на конкурс, то есть каждый автор подает ни одну, ни две, иногда несколько заявок в разные номинации. И в этом году мы все-таки решили, что мы их увеличим радикально, количество журналистов, которые примут участие, но об этом чуть позже. Как распределялось участие регионов в прошлом году? У нас участвовали только города, то есть Владивосток, Омск, Екатеринбург, Казань и Выборг и Калуга, где тоже проектируется центр Эрмитаж Урал. Но в этом году мы приняли решение о том, что в малых городах мы присутствовать не будем, в связи с тем, что там отсутствует необходимое разнообразие культурной журналистики, и мы не можем выявить в конкурентной борьбе самых эффективных и самых интересных. И тот формат, который мы предлагаем в этом году совместно с фондом, это увеличить количество городов-участников. Вы видите, что каждый из центров отвечать будет за несколько городов, и мы будем привлекать журналистов и СМИ, которые работают в неком ареале влияния этого центра. Во Владивосток к нам добавятся Хабаровск, Иркутск и Улан-Удэ. К Екатеринбургу перемкнет Пермь, Челябинск, Тюмень и Уфа. Казани, Нижний Новгород, Самара и Ашкар-Ала. И Комску, Новосибирск, Томск, Абакан, Кемерово, Барнаул и Красноярск. Мы решили ограничиться крупными городами, потому что именно они обеспечивают достаточное количество событий, институций и, соответственно, журналистов, которые о них пишут. Но, тем не менее, все региональные победы будут праздноваться непосредственно в одном из центров, а далее все журналисты будут перемещаться, победители будут перемещаться в Санкт-Петербург для вручения гран-при. Мы решили немножко расширить количество номинаций, потому что конкурентность повысится в этом году, общее количество участников повысится. Соответственно, мы представляем уже более широкий список номинаций. Это лучший журналист, лучшее интервью, лучшая статья, лучшая телепрограмма о культуре, лучшая радиопрограмма о культуре, лучший фоторепортаж, лучший блогерский материал, лучшая публикация о государственном Эрмитаже, я отдельно скажу про эту номинацию, лучшая СМИ в культуре, почетная номинация за вклад в культурную журналистику, ну и гран-при, это то, ради чего победители поедут в Санкт-Петербург. Лучшая публикация о государственном Эрмитаже, мы решили ввести вот такую номинацию, но она вручается пресс-службой Эрмитажа, и наша жюри не участвует в отборе материалов. Это, так скажем, некий реверанс нашему ключевому имиджевому партнеру в этом проекте. Номинация лучшая СМИ в сфере культуры, она вручается и присуждается организаторами, то есть как раз-таки представителями фонда Потанина, нашего музея и государственного Эрмитажа. То есть они не соревнуются между собой, мы просто выбираем по количеству и качеству публикаций то СМИ, которое предложило максимально интересное и, так скажем, обильное по количеству материала. Ну и почетная номинация за вклад в культурную журналистику, в общем-то мы поняли, что эта номинация нужна за прошедшие два года, потому что есть журналисты, которые подавали заявки, но может быть не будут подавать их далее, стали членами жюри уже в нашем конкурсе, но тем не менее их заслуга в прошлые годы настолько велика, что хотелось бы их отметить и хотелось бы как-то, чтобы они были неким ориентиром для дальнейших участников. Мы принимаем заявки, как я уже сказал, практически все лето, начинается старт всего процесса 10 июня, сентябрь у нас уходит на экспертизу, на работу жюри, но затем мы объявляем в днях, во время Дни Эрмитажа в каждом из регионов объявляем региональных победителей, но и соответственно в Дни Эрмитажа в Санкт-Петербурге, а именно 7-8 декабря мы выбираем Гран-при. Вся подача заявок проходит в электронном виде через сайт фонда, но и соответственно экспертиза тоже ведется по отработанным фондам технологиям, именно в электронной форме. На этом моя часть презентации закончена. Я думаю, что мы, конечно, предложим для начала высказаться нашим уважаемым гостям сегодняшней презентации. Оксана Ивановна, может быть, слово тогда первой вам, потому что вы все-таки некая такая идеологическая и финансовая инфраструктура этого проекта, как фонд. Ну и что вы думаете о нем? Не является ли это дитя мертворожденным при таком, так скажем, достаточно тяжелом положении культурной журналистики в стране, но и невнимании к этой теме в целом вообще всех? Спасибо за вопрос, на который Никита Николаевич предложил ответить. Наверное, сначала почему этот конкурс, как и какие-то другие конкурсы или проекты, которые мы проводим, мы для себя посчитали важным и почему он вписывается в стратегию нашей деятельности. Конкурс для журналистов, которые работают в культурной проблематике, это инициированный, подчеркну, музеем, что очень важно. Это еще один способ выйти за границы традиционной музейной деятельности и за границы традиционных подходов и использования традиционных инструментов. Мы привыкли говорить о хранении, мы привыкли говорить о предъявлении наследия, но, например, мы в меньшей степени говорим о том, что музей может быть организатором, инициатором и организатором в сфере культуры. Вот ровно то, про что этот конкурс. То есть музей пока ответил на запрос сообщества, я уверена, что запрос такой есть. Есть запрос как в качественной культурной журналистике с одной стороны, а с другой стороны ведь есть и запрос у самого общества на то, чтобы знать, что происходит в сфере культуры. А работа со СМИ – это один из способов донести, что происходит. Соответственно, здесь мы одновременно, получается, несколько раз выходим из своих традиционных ролей. То есть все, кто участники этого проекта, мы выходим из своих традиционных ролей. Я бы не боялась, что у нас не так много пока, может быть, как хотелось бы материалов, потому что, наверное, это еще и способ показать другим сферам, связанным с культурой, в частности, и журналистики, что есть запрос на качество и какие могут быть инструменты ответа на этот запрос. Ведь не секрет, что отвечать можно на это по-разному. И можно ведь, мы это стараемся делать, показывать именно те качественные результаты, которые являются ориентиром для других. Это не только вопрос соревновательности, который заложен в духе любого конкурса, он всегда подталкивает к развитию, ведь это особенность конкурсного механизма, что он заставляет принимать определенные решения и двигаться. Если ты вступаешь в эту гонку, то ты ведь это делаешь с какой-то целью, и ты вкладываешь в это усилие. Так вот, этот махарик, который раскручивается постепенно. И мы уверены, что вот эта часть тоже будет раскручиваться. Конкурс еще достаточно молодой, и с этой точки зрения надо было дать время привыкнуть, что такая возможность есть. У нас же есть возможность, у нас, я имею в виду, и не только у организаторов, но и у жюри, которые работают с заявками от журналистов, есть возможность показать то качество, к чему мы стремимся. То есть это вопрос не только разнообразия представленных заявок, но и вопрос новых ориентиров для тех, кто будет только начинать писать о культуре и о каких-то мероприятиях. А может быть, отдельно показывать наиболее удачные решения. Как мы сегодня знаем, активно используются не только традиционные СМИ. Кстати, у нас, извините, конкурс это отражает, что у нас не только традиционные номинации, к которым все привыкли, но и мультимедийная журналистика, интернет – это то, что сегодня очень актуально. И как раз можно через вот эти инструменты показывать, а как можно развиваться самим журналистом. То есть здесь в рамках одного проекта объединяется очень много разных вещей. И мы сознательно пошли на расширение географии проекта. Действительно, центры Эрмитажа в разных регионах – это такие якорные точки, но не ищите какого-то тайного смысла в дальнейшей географии. Знаете, специалисты по регионам часто говорят, чем больше разных административных делений региональных, вот в разные группы регионы принадлежат, тем лучше связь между регионами укрепляется. Вот у нас здесь никакой специальной истории за как мы распределяли регионы нет. А только здравый смысл. Отличный аргумент, да, только здравый смысл. Но нет никаких округов, нет никаких внутренних политик распределения, еще что-то. Это вот исключительно здравый смысл, который, мы надеемся, подстегнет и взаимную кооперацию, потому что интересно все-таки знать, что происходит и у соседей, а это возможность узнать, что происходит у соседей. И не только узнать, но и сверить часы. Мы любим все вводить бенчмарки, да, вот это один из способов. И мы надеемся, что это будет еще один способ не только выйти за границы, но и объединиться для новых партнерств, потому что мы выходим за, снова за традиционное понимание, говорим, вот есть регион, где все происходит. Нет, есть не только один регион, где все происходит, есть еще много рядом городов. То есть мы, это очень соответствует тому, что сегодня делает фонд, когда мы говорим о том, что музей у нас без границ, музей выступает центром партнерства, музей объединяет, музей та площадка, которая выступает, скажем, собирателем других организаций, может выступать, в данном случае в этом проекте выступает. Ну а то, что это все делается на высокопрофессиональном уровне, мы видим, потому что у нас партнер Государственный Эрмитаж, как бы, что сразу задает определенную рамку для всех, что мы говорим все-таки, что это не любой материал, который может быть поддержан, это все-то мы говорим сразу о качестве. Надеюсь, что постепенно у нас будет и увеличиваться число качественных материалов. А самое главное, наверное, даже никто будет участвовать в конкурсе, а что оживится жизнь внутри регионов и городов, что люди, которые благодаря журналистам узнают об интересных событиях, будут вовлекаться в работу учреждений культуры, будут приходить в тот же музей, театр, филармонию, как на мероприятия, концерты, выставки и так далее, так и просто, скажем, в хорошем смысле без причины вернуться обратно в эту историю, а может быть начнут помогать организациям культуры, потому что увидят в этом для себя какой-то смысл. Спасибо, Оксана Ивановна. Но вот раз вы уже упомянули Эрмитаж, Алексей Иванович, тогда я вам задам вопрос. Вот Эрмитаж, на наших глазах ведет такую агрессивную в хорошем смысле агрессивную политику захвата все новой земли, строений, строительств, зданий исторических. Вы езжаете, вы одни, собственно говоря, находитесь так широко представленным в регионах России и за рубежом. Вот эта инициатива, которая связана фактически, ну так скажем, символически действительно во многом с Эрмитажем и даже с вашим коллегой Владимиром Юрьевичем. То есть как вы считаете, это все-таки, так скажем, действительно конкурс, который может развиться до вашего уровня, до уровня вашей репутации? Или, так скажем, ну это пока еще то, что часто незаметно проходит для самого Эрмитажа. Ну какое это имеет значение для вас, как институции, для организации в целом? Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, что конкурс дорастает, я бы сказал так, да? Ведь он заметно развивается, вот если взять несколько лет, которые прошли, видна разница. Для Эрмитажа это значит очень много, потому что мы, ну я считаю, что хорошо работаем с журналистами, у нас хороший пул журналистов, тем более он прорастает вот вашими журналистами, да, из ваших регионов. И для нас это очень важно, потому что, ну конечно, да, про Эрмитаж пишут в Петербурге, конечно, пишут в Москве, да, наверное, пишут за границей, ну наверняка. Но все-таки нужно выводить это все на Россию, вот для того мы все это и затеяли, на самом деле, для того все это и делается. И в этом, конечно, заслуга Владимира Юрьевича, который когда-то это придумал вообще как идею. Я не про конкурс, который, его именем, да, а вообще создание всего этого, работу, он когда-то придумал пресс-службу, которой у нас не было, можно начать даже с этого. Конечно, огромная здесь его заслуга, и очень приятно, что это, ну, его памяти, то есть дело его живет. И это, я думаю, что очень хорошо. И это такой памятник ему, на самом деле. А для Эрмитажа, ну, для Эрмитажа важно все-таки, что пишут, как пишут. Писать о культуре тяжело. Ну, тяжело, это не новости, это не какие-то такие вещи, которые, там, над которыми, как мне кажется, читатель может не думать. Культура все-таки заставляет думать, ну, мы пытаемся, по крайней мере, да, это сделать. А думать тяжело. Думать тяжело, это правда, особенно долго. И вот здесь заслуга журналистов очень большая. Когда человек начинает думать, он растет как раз именно в этот момент. Поэтому работа здесь журналистов, мне кажется, как раз в воспитании человека заключается. Ну, и плюс, конечно же, это есть некая, давайте называть своими словами, некая реклама, правильно, да? Потому что это все равно привлечение людей, это сообщение им о том, что вот есть такое, есть такое, есть такое. И это надо сходить, посмотреть, увидеть. Опять-таки, придя, человек начинает думать, осмысливать. И в этом, ну, наверное, основная задача все-таки вот журналистики, такой культурной все-таки, она, это тяжелый труд. И хорошо, что мы можем, спасибо вам, что мы можем как-то поощрить этих людей, которые взяли на себя вот такую работу. Я понимаю, что это, скорее всего, призвание. То есть, вряд ли это кто-то пишет из-за того, что можно поучаствовать в конкурсе, потому что все-таки это, наверное, внутреннее состояние души у этих людей, а не задача. Ну, прекрасно, что мы можем их поощрить, привезти в Петербург, показать Эрмитаж на днях Эрмитажа. Вот, пожалуй. Понятно. Спасибо. Ну, вот, Алена Алексеевна, скажите, пожалуйста, все-таки проведение подобного конкурса для журналистов. Что это? Это все-таки некая небольшая декорация, бантик, какая-то похвала, может быть, которая не нужна людям, которые работают по призванию. Или в нем есть некий действительно образующий потенциал, который может изменить среду, может повлиять на что-то? Ну, в качестве Владивостока, когда вообще прошел первый конкурс в 2016 году, то он для нас поднял очень важные вопросы, которыми мы ранее не задавались на самом деле. То есть, да, существовали СМИ, которые периодически писали о культуре, но мы не анализировали материалы, мы, в общем-то, не составили какую-то статистику. То есть мы этими вопросами, честно сказать, как музей не задавались. Конкурс позволил это все очень грамотно осмыслить, потому что действительно в культурной журналистике масса проблем, как мы стали потом обсуждать, выявилось. Кто пишет, о чем пишут, какие-то материалы. И конкурс, в общем-то, позволил нам зайти на медиа-саммит 2017 года с самостоятельной секцией по культуре, потому что, надо признаться, Дальневосточный медиа-саммит, который проходит ежегодно, секция культуры вообще не была озвучена. И мы были инициаторами этой секции, где как раз подняли вопросы культурной журналистики, образования в этой сфере на базе кафедры журналистики Дальневосточного федерального университета. Кому это надо? Как это правильно писать? Какие форматы должны быть? То есть это все обсуждалось в ходе секции и выявило массу проблем, которые потом стали обсуждаться уже на круглом столе с другими культурными институциями города. Поэтому я считаю, это очень важный фактор, который двигает культурную журналистику у нас именно во Владивостоке, а сейчас с расширением такого формата, то есть это возможность действительно, как сказала Оксана Ивановна, посмотреть, что делается в соседних городах, которые не менее живут активной жизнью, художественной, творческой, и понять, в каком формате действительно культурная журналистика сегодня у них находится. Поэтому мы считаем, что это, конечно, очень важная вещь, и она позволила проанализировать вообще количество материалов в процентном соотношении, о чем больше пишут, о чем менее пишут. Вот, это тоже очень интересно, потому что на самом деле мы этими вопросами не задавались. А именно статистика конкурса, статьи, они все это показывают и, в общем-то, дают возможность уже двигаться, развиваться и делать какие-то такие очень четкие векторные направления. Спасибо. Ну, а вот у нас Омск является одним из самых активных регионов, мы тоже вам иногда завидуем по количеству победителей, которые попадают в номинации из регионов. У вас уже было гран-при, вот какие-то короткие результаты, может быть, уже даже среднесрочная перспектива взаимодействия с сообществом журналистов. Вы, вот как молодой директор, не так давно заступивший на должность, вы ощущаете или нет? Или это у вас пока еще в графике, так скажем? Нет, дело в том, что конкурс прошлого года выявил среди участников победителей, которые, на наш взгляд и взгляд некоторых специалистов нашего музея, занимающихся прессой, оказались в этом ряду случайно, буквально, потому что они не специализировались на культуре, это были единичные материалы, но тем не менее жюри оценило по достоинству, и люди получили такой большой подарок, большой приз, поездка в Санкт-Петербург. И надо сказать, что после этой поездки и после этого конкурса один из журналистов, который, как нам казалось, попал случайно, он запускает цикл передач о музее на радио, это «Эхо Москвы», это прямой эфир. Мы очень плотно начали сотрудничать с этим специалистом, с этим журналистом, мы определяем тематику передач, и надо сказать, что опыт оказывается очень интересным. Это просто в качестве примера от того, что журналисты откликаются, что нужно давать шанс, что потребность в этом конкурсе есть. И на самом деле мне очень приятно и мне радостно, что к этому конкурсу присоединяются другие крупные города, потому что не секрет, что, допустим, Новосибирск, официальный статус Новосибирска – это столица Сибири, присоединяется Томск, сибирский афин, со старейшей культурой, традиционной культурой, образовательной культурой. То есть будет интересно посмотреть, каким образом складывается культурная журналистика в этих регионах. И вполне вероятно, что для омских журналистов это будет своеобразным экзаменом в какой-то степени. И будем надеяться, что общими усилиями процесс будет более активным, и уровень журналистики в области культуры поднимется. Спасибо. Ольга Гусина, вы у нас новобранец в этом проекте, вы у нас участвовали один год прошлый, проект начинался без сказаний. Ну и вообще это регион, в котором, наверное, чуть более авторитарно свойственно взаимодействие власти, культуры и журналистиков, и все остальное делается через некий административный рычаг зачастую. Вот вопрос такой. Все-таки у вас уже все хорошо налажено? Вы, извините, журналистам все приходят? Или это все-таки процесс соревновательный, конкурентный, и не так все просто у вас, как нам кажется, из других регионов? Ну, то, что не просто, это естественно. Я думаю, потому что культурная журналистика, я когда на первом конкурсе побывала, на итогах, я удивилась, как много там сибирских, уральских журналистов, которые выглядят, где же наши, такие замечательные, которые приходят на наши мероприятия, естественно, приходят на открытие выставок. Само собой, государственный эрмитаж, когда открывают в Казани выставку, это событие, особенно если еще и бывает Михаил Борисович, это событие вдвойне. Но прошла выставка, собственно, отгремели фанфары, открытия, все как-то потихоньку забывается. Но там журналисты уже откликаются на какие-то другие мероприятия культурной жизни, в основном там у нас театральные, музыкальные. Как-то музейная журналистика не очень развита у нас. Это, естественно, и специфика региона. И в свое время, вот 13 лет мы существуем, я удивилась, когда Владимир Юрьевич привез нам на открытие нашего центра целый пул журналистов Петербурга, которые, собственно, рассказали о Казани, о центре, о выставке. Я еще удивилась, думаю, зачем же столько народа? Это непонятно для чего для Петербурга. Сейчас конкурс как раз и показал, как это важно. Потому что есть журналисты, которые пишут, ну, у нас чаще всего, конечно, о каких-то музыкальных каких-то событиях, о наших фестивалях оперного театра, но достаточно редко о музейных каких-то событиях. И конкурс, который мы общерегиональный, межрегиональный не выиграли, наши журналисты, надо сказать, о них, я думаю, подстегнет, потому что только на региональном, мы и так и знаем своих звезд, они и получили у нас в Казани по заслугам, то я думаю, что вот этот сегодняшний конкурс 2018 года, он подстегнет наших журналистов. Они очень хотят, конечно, поехать в Петербург. Это замечательное такое, замечательное было событие. И, с одной стороны, это, конечно, здорово, но если будут вступать сейчас журналисты в конкурс такой межрегиональный и Нижнего Новгорода, там очень сильная культурная журналистика, насколько я знаю, Самары и Шкар-Ала, то, я думаю, нашим будет достаточно сложно пробиваться. Но это здорово, конкурс есть конкурс. И как было бы здорово, что материалы, которые новые, появлялись, и у нас не наши, только казанских героев наших, но и, соответственно, Нижегородских, других там региональных журналистов. Спасибо большое, друзья. Так как у нас время заканчивается, я хотел вас уточнить, это все-таки не дискуссия у нас, не какое-то общение такое интерактивное запланировано, но если у вас есть вопросы из зала, перед тем, как мы какие-то завершающие слова будем говорить, можете их задать сейчас, наверное, есть они или нет. Пожалуйста. Микрофон. Никонова Антонина Александровна, кафедра музейного дела охраны памятников Санкт-Петербургского государственного университета. Я очень хорошо помню, когда мы с Владимиром Юрьевичем как раз говорили на эту тематику и говорили о том, что нужно подключать кафедры журналистики и привлекать студентов, журналистов к этой проблематике, потому что сложности существуют, и нацелен ли конкурс в дальнейшем все-таки не только уже оценивать и каким-то образом стимулировать сложившихся профессиональных журналистов, но сделать такой мостик к кафедрам журналистики, студентам, для того, чтобы уже на студенческой скамье мотивировать их в дальнейшем найти себя в культурной журналистике. Это большая проблема не только для регионов, но и для Петербурга. Поэтому, наверное, здесь есть над чем подумать. Было бы очень хорошо. Мы достаточно долго и старательно обсуждаем каждый год формат. Мы действительно думали о неких образовательных новеллах, но, правда, не для студентов, а для самих журналистов. Но мы, в общем-то, от этого последовательно отказываемся, потому что это усложнит и без того запутанный и такой сложносочиненный формат и географический, и организационный само мероприятие. Но у вас пожелания, я так понимаю, в первую очередь к фонду? Нет, почему? А почему только фонды? То есть... Мне кажется, что вы можете каким-то образом в тех же регионах, выбирая по очереди, проводить какие-то небольшие летние школы для магистров, например, журналистов, опять же, отбирая самых талантливых журналистов. И если это будет там 5 человек, то спонсировать и каким-то образом это все организовать, наверное, возможно, без участия фонда. Если фонд возьмется, это, конечно, хорошо. Почему он все время в фонду? Неужели мы сами не можем ничего сделать? Но все-таки я передам этот вопрос Оксане Ивановне для начала. Наверное, здесь мы говорим о разных целях и задачах. То есть, насколько я вспоминаю состав наших экспертных жюри, конечно же, мы кафедры журналистики активно привлекали в экспертный пол тех, кто оценивал. И нельзя сказать, что конкурс совсем был оторван от кафедр журналистики соответствующих вузов, там, где они есть, естественно, потому что они далеко не везде присутствуют. Если же говорить о студентах, то это немножко другая задача и другой формат даже работы, если мы хотим вовлечь в журналистику, в культурную журналистику молодежь. Во-первых, в этом случае речь идет, наверное, не столько о подготовке качественного материала, чтобы их учить, сколько погружения их в тему культуры. И в этом плане конкурс как раз помогает, что если есть ролевые модели, то, что мы называем, на кого можно ориентироваться студентам, то, конечно, это будет привлекать внимание. Если мы вовлекаем студентов профильных вузов в орбиту музея, театра или любого учреждения культуры, конечно, есть шансы, что со временем они будут об этом писать. А вообще есть разные школы для студентов по журналистике, в том числе по культурной журналистике. Здесь фонд про арты присутствует. В Санкт-Петербурге есть школа для журналистов, которые проводят фонд про арты. То есть такие прецеденты есть. Есть школы для журналистов по социальной проблематике, это более широко, чем просто культура, которые проводит высшая школа экономики в регионах. Поэтому здесь есть разные возможности у студентов, если они хотели бы этому научиться. Я тоже бы хотел добавить от себя, что действительно у нас конкурс посвящен скорее репутации профессии в целом. И это инвестиция как раз-таки в некий символический капитал вот этого занятия, чем обучение непосредственно самих участников. Друзья, еще вопросы есть у вас? Добрый день. Меня зовут Жукарин Роман. Я представляю Нижегородский государственный художественный музей. И я, со своей стороны, хотел бы, в первую очередь, конечно, поблагодарить, что Нижний Новгород вошел в список городов, поскольку ее личные коллеги пытались инициировать включение Нижнего Новгорода год назад и еще как-то, может, полтора года назад. И это для нас, конечно, очень много значит. У меня короткий вопрос. Будет ли какой-то координатор именно в Нижнем Новгороде, в Самаре, то есть в этих городах? Понимаю, что есть сайт, и вся информация будет у нас размещена в сети интернет. Но с кем, если вдруг возникнут вопросы у наших коллег-журналистов, мы можем их переориентировать? На кого мы их можем перенаправлять? У нас будет общероссийский оператор, с которым мы вас всех познакомим. Но так как конкурс музейный все-таки по своей инфраструктуре, центры — это музеи, мы, в общем-то, опираемся еще и на поддержку руководителей музеев, и мы выбирали те города, где есть, так скажем, вот и наш представитель из нашей музейной мафии, как некий независимый арбитр. Поэтому мы вас познакомим, безусловно, и с самой организацией оператором, которая будет все технические вопросы решать. Ну, все, что касается, так скажем, общей стратегии, идеологии, отвечает на эти вопросы, ну, либо фонд, либо мы, как вот бывший оператор в предыдущие годы вас проконсультируем. Если на этом все, то большое спасибо вам за внимание. Предлагаю поаплодировать этой инициативе, которая получила поддержку имиджевую и идеологическую, финансовую. И давайте пожелаем этому конкурсу жить и, так скажем, формировать все-таки эту среду, от которой так многое зависит в работе культуры. Продолжение следует... Продолжение следует...